Снова всем привет! Здравствуйте! Возможно, кстати, последняя карта сегодняшних трех Best of 3 противостояний, но еще вперед забегать не будем, поскольку у нас здесь Chaos против Hellraisers и, между прочим, вторая карта. И вот они, коэффициент от нашего партнера, париматч на победителе на второй карте. HR 1.22, Chaos 4. Кстати, по-моему, ну вот то же самое примерно было. Ну, примерно так и на всю Best of 3 серию. Было теперь еще и выбор команды Hellraisers. Это значит, что еще больше сомнений в том, что команда Chaos сможет таки побороться здесь. Но, как факт, конечно же, мы видим доминацию команды Hellraisers. Сейчас надеемся, что Chaos здесь не дарят в грязь лицом и хотя бы заберут себе первую половину. А прикинь, разгром 13.2, потом 13.2 и третья карта. А, вот этот и сказочник. Ну да ладно, тут у нас... Сказочник. Ну нормально, Нюки на размере. Ой-ой-ой, Нюки! Они прощекают. Ты в курсе, что это за дистанция такая была для Глока? Ты что за сумасшедший такой? Тупо чумачачи Нюки. Слышишь? Тупо чумачачи? Да. Какие-то невероятные... Чума ты сказал с индийским акцентом чумачи-тий. Ну потому что вот так получилось. Еще и сгорает диджейль. Ну как он там умудрился сгореть? Бомба оставит. Информация по последнему выжившему игроку. Защита есть. И просто будут принимать его на подходах. Там 30 кп у Баатена. Выходить на перестрелку, наверное, не имеет смысла. Просто чекать вот такими вот стрейфами. И Оскар просто, как будто, знаешь, пытается приманить к себе игрока. Ловл ждет. Ждет не оттуда. Ловл, да, видит оппонента. Ну и, соответственно, Оскар прикрывает. Всех прикрывает. Большой молодец. А какое начало классное? От Плессона. Какое классное начало. Просто забегают двое, две головы такие. Пау-пау. Кэффициент нашего партнера приматч на победителе на второй карте пока не меняется. Ашер 1-22, Киос 4 ровно. Ну вот потом там Нюки забегает и говорит такой. Хоба. У меня блок, неважно какая дистанция, я могу. Показал. Первый раунд за Ашер. Вынуждены Киос теперь делать экономически. Кстати, есть у Плессона Зевс. И может быть на приемочке? А, это интересно. Сейчас попробуют найти свой килл и поджарить кого-нибудь. Ангел как чувствовал, понимаешь? Он как вылезает. Так и ветер от бога. Оп, ай. Он раскрыл крылья и пролетел просто. А потом лицо раскушало. Но это уже другое. Я все тебе о высоком. А я тебя, как всегда, что тебя не устраивает? Алексей, скажи, пожалуйста. Ничего нового. Ты хочешь со мной поговорить об этом? Дома поговорим. У меня не у тебя. У нас один дом. А чей он? Он все хорошо. Ладно, последний выживший остается диджейль. Он находится на КТ-спауне. И найдет ли он какую-то жертву для себя, не совсем понятно. Посмотрим. Посмотрим. Ну, про жертву-то это ладно. Ничего не найдет он здесь, поскольку тут уже 2-0. И там что-то сделать было очень-очень сложно. В том моменте. А вот теперь. Вот теперь. Будем смотреть. Поскольку это бай и есть авик у релакса. Релакса, ну, не всегда попадал на карте Демираж. Были проблемы у него. Вот здесь нужно. Здесь нужно, потому что ошибаться уже нельзя. Это вылет. Если ошибся сейчас, то команда твоя не заберет ни одной карты. Понятное дело, что это только начало. Но если ашеры с самого начала 3-0 уже будут забирать за атаку на карте Детрейн, то что там будет потом при смене сторон? Ну, сложно. Очень сложно Киес. Мы это прекрасно понимаем. Свой пик отдали. Сейчас вражеский пик. Винрейт на этом пике, на этой карте у Киес не очень хороший. Поэтому тут, соответственно, нужно сейчас по максимуму выложиться на этой карте. Густавсон уже упал. Остается совсем-совсем немного хп у Иссы 6%. Ну, и бомба будет ставиться под б-базой. Ангел находит релаксу. Вот уже минус авик. Вот еще минус баттен. Это только лишь с фармилки, кстати говоря. Диджеу... Ой-ой-ой, как же там Исса сейчас выжил? Просто такой тайминг. И нюки минус. Ой-ой-ой-ой. Ай, нет. Вот если бы спрей заходил... Пластин все-таки уходит на сейв. Вот если бы, если бы заходил спрей, там мог и двоих забирать. Ну да, у нас подобное было на карте The Mirage, где игроки команды Chaos, вот тот раунд с двумя девайсами, они тогда оставались, по-моему, в меньшинстве, но все равно смогли найти для себя какие-то, точнее, закрывающие фраги, а потом вообще взять и 3 в 1, оставшись, забрать последнего и, разумеется, просто выиграть раунд. Ну вот он первый девайс, на который пока не получается у Chaos и Hellraiser на собственном пике. И пока что за атаку на сложной стороне имеет возможность набрать очень много раундов, типа 8, 9, 10, а там уже вариантов для ребят из Chaos практически и не будет. Какая у тебя пантомима? Да, Алексей, да. ЦЗМ, 2, Диггл, 1, Юсп, 1 и МК, 1, которую Плессон все-таки засейвил в предыдущем раунде. Под Б выходит, получается, кстати, а Шеры еще под А не выходили. Вот в чем загвоздочка такая небольшая, поскольку давят Б, Б получается проходить. Ну, кстати говоря, это медленный раунд и вроде как будет некий сплит у нас, но пока еще не ясно, потому что два игрока находятся на зелени. И тут Оскар, кстати говоря, Плессона уже вырубает, но особых проблем этот раунд для Ашер не должен составлять, потому что просто-напросто нет девайсов, только засейвленная М-ка и более ничего. Четыре человека, выживших у КС остается, минут 13 еще на таймере, и у Ашер есть время для того, чтобы делать все, что угодно на этой карте, потому что, ну, позволяют им это сделать сейчас Chaos. Есть девайсы, есть раскидка, куда хотите туда и заходите, Ангел открывается зелень и забирает здесь еще одного, это диджей, лобл минус релакс, остается только лишь Густавсон и Баттон на верхах. Да, Баттон отрабатывает по Ангелу, Нюки моментально на размене, Ловел встречает в апдауне того самого Густавса на 4-0. Ты посмотри, деньги команды Hellraiser 12500 было только что у Ловела, он имеет на руках полную раскидку, полные девайсы, и вообще у Hellraiser проблем с экономикой не наблюдается. 8400 у Оскара, и там снайперская винтовка. И как такую атаку перебивать? Нужно брать 2-3 раунда подряд команды Chaos, и как мы видим, пока что ни одного, и я очень сомневаюсь, что у них будет огромная серия. В раундах, хотя, с другой стороны, про этих ребят забывать не стоит. Мы думали, что они на мираже при счете 1-6 под таким же будут напряжением, но нет, потом разыгрались и смогли набрать себе 13. Да, карту проиграть, но все-таки оформить довольно близкий счет, который намекал нам на то, что вот при счете 13-14 Chaos могли вернуться, отобрать раунды подряд, и в основном время эти дела закрылись. Поджим центра погибает от Иссы Плессен, дальше размен от Диджела. И, кстати говоря, Исса, по-моему, стал самым лучшим стрелком на карте до Мираж, он на один фраг, по-моему, хотелось красиво перегонял. Если я ничего не путаю. А я не путаю. Алексей, как тебе защита команды Chaos? Что бы ты поменял? Я вот считаю, что Chaos, серьезно, за что этим ребятам этот комментатор? Это сейчас в чью, в чей город камень? Наверное, мой, то, что я говорю Chaos. И наши англоязычные, кстати, коллеги тоже говорят Chaos. Да ладно. Да, представляешь? Необразованные какие-то. Ой-ой-ой, я напишу сейчас обязательно нашим англоязычным коллегам, что Chaos говорить нельзя. Хорошо. Да, пошел писать. Ты комментируй. Напишу, что это сказал Спирит Шоган. А, ну если он, тогда хорошо. Зашел. Две снайперские винтовки в дефенсе. Hellraiser пока думает. 30 секунд у них есть для того, чтобы принять верное решение. Только один опорник на базе B. Молотов хороший прилетает по таймингу. 20 секунд времени остается у команды Hellraiser. Но я думаю, что они на последних секундах будут срываться непосредственно вазу B. Потому что они просто-напросто на А не успеют. Пошел первый врыв. Ангел пробирается дальше. По-моему, спалили игрока защиты. Погибает Ангел. Бомба выпала. Ну вот, смог выпал, но попозже. Кирилл Красёв не дождался. И когда смог развеяться, еще один смог отловало. И он пойдет дальше. Неужели? Ну да, пытается где-то сыграть агрессивнее. Сейчас Оскар замечает игрока защиты, который находится за вагонами. Промахивается Оскар. Что не получается. Была довольно простая ситуация. Но почему-то у дедули не получилось ружья шмальнуть. Ну бывает такое. Ничего на самом деле страшного. А вот это уже проблемы. А вот это уже проблемы. Потому что на ровном месте сейчас просто растеряют свое все преимущество. Ребята из коллектива Киос остается только лишь последний. Вообще никого не потеряли, да. Но долго думали. Они не пытались дистанцию сблизить. Они стояли на тупиках все это время. И у нас, посмотри, коэффициенты овер 21,5. Больше и меньше. То есть сейчас париматч просто думает, возьмет ли хотя бы что-нибудь сейчас себе команда Киос. Я, например, не знаю. Вот мне сложно сказать, смогут ли Киос здесь побороться. То есть фактически коэффициенты того, возьмет ли команда Киос 6 раундов сейчас вообще за игру или нет. И довольно приличные коэффициенты. Скажу я тебе. Это прям бодренько. Очень-очень бобренько. Пауза. Для Киоса нужно подумать, что тут делать. Вообще, как с этим жить. Потому что ни одного раунда пока у ребят не получается. Возможный выход на 6 раунд для Киоса денег нет. А это значит, Алексей, что? Ну, это значит, ГГшечка, скорее всего, на второй карте. Потому что, ну, сложно. Сложно. Видим сейчас мы элементарно, что даже идя на ретейк, Киос в большинстве не то, чтобы ничего не мог сделать. Они даже перестрелять, к сожалению, никого не могут под бебазой. Они пропускают туда своего оппонента. Релакс вынужден был как-то по максимуму выживать. Ему это удалось сделать. Еще и Ангела накоцывал очень-очень сильно. И на Плессонова все-таки добивает ситуация 5-4. Снова большинство, но только лишь пистолеты. Но вот они. Может быть, это тот самый победный? Вот. И уже ситуация. С одним КП, между прочим. Два в пять. Подожди. Плессон. Плессон. Да. Один. Один Оскар. Ну, вот тебе и пистолеты, пожалуйста. То есть баи мы не берем. А зачем? А зачем? Вот пистолеты. Ходите, вот, держите. Ну, это очень забавно. Скажу тебе, Алексей, это очень забавно. Такое наблюдать, когда действительно... Потеря только одного Фредди Фрога, который сделал два минуса на одном ХП. Слушай, ну, пистолеты, это же уже обыденность, когда пистолеты забирают. Мы уже с тобой столько этого видели всего. Ну, как-то даже банально, что ли, немножечко получилось. Ну, вот, хотели победу, пожалуйста. Мы наелись этим уже всем. Наелся ты? Да. Нам нужны хорошие, красивые девайсы на раунды. Потому что брать экономические или какие-то форсы, это, конечно, забавно само по себе. Но нам нужны хорошие, красивые, выверенные девайсы на раунды, которые принимаются. Пять в ноль, возможно, здорово. Где-то, возможно, при ретейке, очень плотном, на последних секундах. У нас с тобой не было сегодня особо раундов, где какой-то сумасшедший ретейк на последней секунде, там, за 0-0-1 диффуза бомба. Вот не было очень близких раундов. Либо всех в салат вытирают, либо какой-то клатч, но, не знаю, какого-то вот, какой-то изюминки не хватает сегодняшним играм. Возможно, просто команды не, пары, точнее, не такие были подобраны сегодня. Хороший пранбуст отправляет Оскара, значит, налево. Тут у нас размен от диджеля. Как-то очень просто Рюкки спустился. На халяву, ожидая, что там вообще никого нет, наверное. Ну, флешку можно было скинуть и под нее как-то пытаться открыться. Хотя бы. Слишком просто. Мы сегодня уже отнюю какие-то замечали. Неоднократный номеражен тоже очень просто выходил. Тут еще и ИС открывается. И Плесного в просвет видит. Это уже 4 в 3 большинство для команды Кеос. А вот тебе, знаете ли, Алексей. Возможно, второй раунд. Но, опять же, для защиты нужно пройти еще подряд. Это мы сейчас говорим. Возможно, второй за защиту. Да. Хорошо. Неожиданно, конечно, но да. Вот, хороший, кстати, у нас тут спрей. Охватили на второго. А на третьего три патрона. И... Рисковать не стоит, конечно же. Лучше отпрыгнуть. И сыграть в паре с братом, например. Релакс уже готов. И получается. Второй для диффенсов. Второй подряд. При том, что погибают ребята в меньшинстве. В прошлом раунде они девайсы просто подобрали у оппонентов. В этом нужно докупить только один. И теперь уже у диффенсовая экономика постепенно копится диджель. Шесть тысяч релаксов. Семь восемьсот. Уже шесть семьсот тридесят, потому что докупал себе некоторые гранаты. А вот у команды Hellraiser деньги закончились. Они купили на последние. Ну, чтобы пока тут как-то... Вот, держи, пожалуйста. Чтобы как-то сгущать тут краски, нужно Chaos 8 подряд еще взять. И тогда, можно сказать, что счет рабочий будет. Ну, а пока... Пока сложно. Пока сложно. И энтри есть в седьмом... В восьмом раунде, простите, этого противостояния. И в очередной раз в большинстве Hellraiser будут задавить. Правда, там поджал уже один игрок. Это был релакса. И он погибает. 5-3 ситуация. Иса уже заходит потихонечку. Ну, и вот тоже свой фраг находит. Минус баттон. 5 в 2. Диджель. Ну, находит Оскара. Хорошо, информация по нему имеется. Еще один килл по исти. И вот так вот. 3 в 2. Ну, тут грызутся пока что Chaos за эти фраги. За минус экономику для команды Hellraiser. Вроде бы неплохо выходил Диджель. Но вот что-то стрельба подкачала на 100%. Его особо не попал ни по кому. И, соответственно, фрага тоже не сделал. Нужно сейвить Густав Цемно. Он же Фредди Фрог. Свой Калашников. Можно попытаться. Вроде бы и денег насыпет. Поскольку там еще все равно стрель сохраняется. После этих раундов проигранных они 2 взяли. Но у них еще будет 2 вот этих вот клеточки. Даже это же третья. То есть по 2-4 стыб должно сейчас насыпать. А там еще и денег, как мы уже говорили, имеется. Если заставит хорошо. Калашников всегда приятно в обороне. Но это 6 для атаки. Вот в этом главный вопрос. Смогут ли вернуться, даже если возьмут все подряд, то это все равно не даст никакой инициативы. Потому что 9, да, хорошо. Но возьмете ли вы в атаке сами? Алексей, ты бы взял? В атаке-то? Да. Ну, да. Раундов 7. Ну, да. Против тебя я с тобой играл. А, ну нет, против меня не считается. Против меня я бы взял. Поэтому это норма. Треуга, снайперская ментовка, что купит себе Фредди Фрок. А у него что-то было. А, у него же Калашников был, значит, нормально. Дают ему, кстати, 2 авика. Подожди, а Калашников же был, нет? Или его убили? Где Калаш? Калашников его убили. Нет, ну вроде сейвился игрок команды Chaos с Калашом. Но Калаша я не вижу. В чем прикол? Прикол в том, что 6-2. Это не прикольно. По крайней мере, для Chaos. Хотя вот сейчас Густав Сен оформляет нюки. Это энтри. Для защиты. Соответственно, Hellraiser. Ой, там как во флэшета. Смотри, как старается игрок к атаке. За это получает хаешку, потому что спалился. Оскар разбирается с Плэссеном. Погибает Иса. На Мурат в ответ. И остается у нас 2,5 игрока команды Hellraiser, с которой сейчас попытаются что-либо сделать. Ну а защитники вроде как особо здесь. А что за позиция, мне интересно? Вот у Баатена. Пропускают снайпера. И релакс сейчас будет ждать. Дождается. Окно разбивается. Рэп начинается? Да. Интересно. А как ты думал, Алексей? Я ничего не думал. Я думал, что тут у нас Киос. Ну, берут третий. Это 100%. А могу четвертый еще взять? Посмотри, денег-то далеко не у всех хватает. 2000 ловл и нюки. Слушай, могут. Они должны брать четвертый за защиту на карте Датре? Ну, вообще да. Да, поэтому тут мы из этого уже как подвиг делаем для этой команды. Потому что раундов мало на самом-то деле. Коэффициент, ты посмотри, какие. 6.25 на вторую карту победитель. Это Хаос и 1.1 на Hellraiser. Ну, так самонадеянно, сказал бы я. Хотя, да, опять же статус фаворита. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот это вот все. Но, ну, даже не знаю. Как ты думаешь, только, ох, попадают поезде, вынуждая. Прямо зарадо прыгать. Сколько раундов возьмут в защите Хаос? Я думаю, счет будет какой-нибудь 8. 9-6, я думаю, будет. То есть ты думаешь, что Хаос... Шестерочку Хаос возьмут. А, шестерочку они возьмут в защите. То есть сверху еще 3 получается. Этот, и потом еще 2 девайсных. Ну, либо девайсный, какой-нибудь форс или эфир. Ну, без разницы. Просто 6, а у Ашер 9. Ну, не знаю. Ты можешь уже поставить. На счет, на интерес? Ну, конечно. Или на компот? На компот, на компот. Он бесплатный стоит. На твой телефон. И на мой телефон. Хотя у нас с тобой еще одно, что второе. Не очень. Даже неинтересно будет выигрывать. Ладно, у нас выход зеленки от команды Hellraiser. В большинстве пошли. Тут у нас перестелка. Баатен разбирается с двумя оппонентами. Тут же Иса дает размен, но падают все от Баатена и Плессона. В дальнейшем 4 за защиту. Прошу прощения, Hellraiser снова чуть-чуть подотпустили данную встречу. И как бы это не дошло до счета каких-нибудь 8 или 9 раундов. Ну, какая разница? Все равно Ашера забрали уже 6 на трейне за атаку. Ну, типа да. Хотя, с другой стороны... Могли и больше, да, понятное дело. Могли и больше. И могут еще больше забрать. Все равно не стоит расслабляться. Потому что Chaos нет-нет, да ультанут где-нибудь. И сделают какую-то очень неоднозначную вещь. Пакость. Действительно. Вот, например, как Херойки взяли и вышли в финал верхней сетки. Как тебе такое? Обыграв команду Norse 2-1. И будут завтра играть Vitality. Да я тебе говорил, что Херойки хорошая команда. Не значит, ты так их... Ну, они буквально вот на Сидне... На тебе в ляжку, Ангел. На Сидне вылетели в двух-перех матчах. Ну, это Сидне. А это Кёльн. Что ты? Действительно. А Norse? Что? Кто там? Киарбай МВП-мажоры? 95-го года. Не, ну прошло времени меньше недели между этими двумя событиями. Ну, видишь как. Вот. Вот там у них, по-моему, еще перетурвация какая-то в составе. У Херойки вроде еще кого-то. А Натасафикс пришел. Да, Натасафикс. Натасафикс. Это заклинание. Ты Астерикс и Абиликс пересмотрел? Да. И ты в Кёльне. Натасафикс, да. Хорошо. Плессон замечает Оскара под вагоном. Дает моментальный фраг по снайперу команды Hellraiser. Плессон пытается убить своего тиммейта, но это так не работает. Видит игрока на синем вагоне. Дальше снайперская винтовка подбирается Ангелом. Попробует Гилл Горасим что-то здесь делать. Батт отвечает на еще одним минусом. Точнее, отвечает уже Ангел. Погибает Ловол. Два в четыре. Миншинство для команды Hellraiser. Сейчас отлетает еще. И в нюке Ангел последний дает фраг. Но в спине есть диджель, который должен закрывать Кирилла Красева. Без вопросов в этом раунде. Пять. Для хаос. Я думаю, что возьмут восемь. То есть восемь-семь будет половина. На один раунд еще Hellraiser схватит. А, ну конечно. Через два раунда ты решил счет предсказать тот нам, да? Нет, но тот четвертый был очевиден. Поэтому я так уже сказал. Ну не верю, что шесть это слишком мало. Потому что экономика в команде Хаос более-менее сейчас будет выстраиваться. Учитывая, что сейчас без арморов даже команды Hellraiser. Проблем быть не должно. Взрывают. Тем временем нюки. Фредди Фрок у нас потерял немного хп. Неаккуратно играет Ангел в этот раз. На верхнизе. И Плессон будет дождаться игроков выходящих. И, кстати, почему-то верхниз проигнорировали сейчас игроки команды Hellraiser. Знаешь, там есть Плессон. Все равно вышли на него. Ну и тут фраг, а диджели 6-6 уже. Да, уже 6-6. И Кеос, можно сказать, появились на карте Датраэн. Восприяли духом. Но после счета 0-5-то, конечно. Да, после счета 0-5. Вот теперь они убивают. Кстати, у Плессона 15 на 6 статистиков. Фраг-лидер абсолютный на карте. И это было без сарказма, Алексей. Да, я понимаю, что без сарказма. Все хорошо у него сейчас. Кстати, Ашеры перестали ходить на Б-базу. И они начали проигрывать. Ты заметил? Вот-вот. Выходы по да, зеленка, не получается, не получается. Вверх-низ, а Б не ходят. Начали проигрывать. Вот сейчас смотри, пошли на Б, а тут релакс сидит. Как тебе такой поворот событий, Алексей? Почему я тебя начал называть по полному имени? Обычно по полному имени называют, когда кто-то накосячил. Алексей, у меня к вам разговор. И ты понимаешь, что что-то надворил. Уважаешь, может быть? Хотя, глупо сказал. Ладно, погоди. Так как ляпнешь, так хоть падай. Прости. У нас тут, между прочим, 13-й раунд. И временный паритет. Ашеры хорошо начали. Но вот что-то как-то... Опять, как и на карте Домираж. Приспустили немножечко. Приотпустили. Ну что ты смеешься? Дом расскажу. Хорошо. Алексей, ты профессионал или где? Или где? Погибает у нас еще и, в общем-то, Оскар. Он был без армора, но его бы это не спасло, поскольку снайперская винтовка. Точнехонько прям в голову так. Эй. Сделала. 3 в 5. Не совсем удобное положение дел для команды Hellraiser. Сейчас выходит на B-Plant. Тут релаксы готов принимать еще и по стене. Размазалась кровь ангела. Теперь же релакса. Очень легко разбирается с ловолом. Остается последний. Его и Иса тоже наказывают здесь. 7 в 6. Команда House выходит вперед. После счета 0 в 5. Вот тена. Хотя, вот они тоталы. Смотри, как было. 21 в 5. было, по-моему. Да. А сейчас уже 27 в 5. Ну, кто успел? Дает хэдшотов, но нужно забирать еще троих, потому что денег команды House и так много. И прямо на снайперскую винтовку. Кирилл Краснев. Здравствуйте. Это релакс. И сколько раундов подряд уже берет хаос? Довольно много, мне кажется. Да много. А можно, пожалуйста, табуляцию? А какая разница? Ты это раз увидишь, думаю, сейчас раунд. По-моему, да. Ну, давай, смотри. Спасибо. Спасибо. Посчитал? Да. Сколько? Понятия не имею. Я посмотрю на телефоне. Давай. До чего технологии... Был счет 2-6. Вот я сейчас смотрю. Был счет 2-6. Соответственно, уже 6 нюхточных подряд имеется. У нас тем временем последний раунд. Первую половину взрывает Ангела. Погибает в размен от Оскара диджель. Мне по-прежнему не то, чтобы не нравится игра этого товарища, но она не впечатляет. Сама по себе чувствуется нервозность при стрельбе и подобные вещи. У нас тем более, возможно, будет счет 8-7, кстати говоря, о котором я, Алексей вам говорил. Опять слушаю, опять уважаю тебя. Внезапно. Все, значит, опять. То есть на какой-то момент ты меня перестал ловить. Ну, я когда сплю, я никого не уважаю. Так бывает. Бомба ставится на базе А. Ну, и теперь тейк 3 в 4. Оскар посмотрит ли под себя. Опа! А вот хеджот. Не решил снайпер... Или он увидел, но поздно подумал, или там не был уверен в снайперской винтовке, поэтому достал деньгал на размен от Плессона. Погибает также и самурат, и Плессон. Я не знаю, как он это сделал. То ли на запах, то ли что-то еще. Один. В два остается нюки и погибает. Это ретейк в меньшинстве, при том, что большинство фрагов было сделано в еще большем меньшинстве. То есть вдвоем действовали кеосы, и как они там навоевали себе столько, я, к сожалению, сказать вам не могу, потому что это суперреакция, и это суперпрофессионализм. Все-таки даже не 8-7, а 9-6. После счета 2-6. 9-6 я угадал. Да, только наоборот. Какая разница? Я угадал счет. Ну, наоборот. Да, оборот? Да не наоборот. Что ты с этим наоборот? Ну, 9-6 и 9-6. Край. Ну, вот должны были за сильную сторону набирать большинство. Да. Должны были. Набрали. Набрали. Все. А вот теперь что делать? А теперь за сильную сторону команда Хэлдрейзерс. Да. Которая может стриком большим также не отпустить. Ну, вот как-то мне в последних раундах не понравилась игра Шэра, если честно. И вот в последнем моменте, когда они отдали. Ну. Как-то что-то... Бойзнам не за этих ребятушек. Думаешь, не смогут? Да я даже не знаю насчет того, что смогут или не смогут, но вот как-то... Как я уже сказал, приотпустили. Немножечко. Нормуль. Нормуль. Ну и что, последний раунд номер два для команд Хэлдрейзерс и Хаос. Пропускают HRM. Игроков на базу B. Дефьюз-хиты у Хэров присутствуют. Тут с голоков прилетает весьма неплохо. И пока что все разворачивается примерно так же, как было в первой половине только сейчас. А нет, не так получается. Англ, по-моему, даже не стал особо воевать. Перезаряжаясь на открытом пространстве три выживших команды Хаос. Проходят нюки. Послепление вообще получается. Но! Находят таких хэдшот. Густав там на размене. Дальше пошел Ловл сражаться. Получается, и у него дефьюз-хиты есть. Смоук есть. Ну и просто в этот самый смоук дефьюз от Ангела получается максимально качественный седьмой раунд. Забирая себе Ашера. И вот она защита, которую мы заслужили. Это она? Да. Хорошо. 7-9. Победитель на карте под номером 2. Коэффициент от нашего партнера Паримач Кеос 3.75. Ашера 1.25 соответственно. Ну вот. Пока. Пока ничего не ясно. Только лишь то, что решили сделать экономический раунд. Закупили деглы. Понятное дело, 4 дегла и по 250 есть у коллектива Кеос. И головы там могут поотлетать на самом деле у поставших из ада, поскольку видели, как могут реализовать Кеос-пистолет. Да. Вообще даже неприятно будет потерять одного игрока. Если уж так говорить, потому что там довольно дорогостоящие девайсы. И явно хендрейсы готовились к тому, что будет возможно в Heroic Buy. То есть под один по два девайса с недефолтными пестиками. Поэтому тут и ФАМАСы, тут и ЭМКи и такое довольно сильное снаряжение. Оскар занимается непонятно чем. Поэтому отвлекается и не убивает. Но готовится хаос постепенно-постепенно пайковать. Но движуху спалили под зеленкой, поэтому план Капкан не удался с этим выходом на Б-Плент, потом быстрым забегом по зеленке. У нас тут трое игроков защиты, но хватает буквально одного ангела. Иса также помогает, погибает еще и БА-Тен. Под базой Б очень легкий восьмой раунд для команды Хеллрайзерс на 8-9. И я думаю, что Хеллрайзерс в защите примерно так же будет действовать, как и Хаос. Очень жестко и убивать людей. Да, только разница в том, что Ашеры сразу же с первого раунда в защите начали брать раунды. А Киос для этого потребовалось время. Для того, чтобы начать забирать победные для себя на защите, надали 5 подряд за сильную сторону, а Ашеры забрали уже 2. Раунда к ряду и в принципе сейчас себя чувствуют более чем... Ну, пока еще не скажу, что уверенно, поскольку проигрывают один раунд, но сейчас если еще бай вражеский забирают, то все будет еще лучше для коллектива защиты. Медленный раунд от Киос. Не торопятся. Иса за Электриком все это дело принимает в сотки. Там есть несколько игроков. Нюки смотрел на поездах, соответственно, на зеленом. Ощается ближе к синему пока еще не обладает информацией HellRaisers. Но такая хаешечка больно. Ну, до 68 проседает диджей. Норм. Нормально, нормально. Плессон. Выход довольно неплохой сверхниза. Погибает в размен от Ангела. Отваливается Ангел от Батена. Три в четыре. Ну и теперь нужно реализовать меньшинство. Не чекает диджейля. Игрок вышел через зигзага. Получается неплохо ловоло, но погибает тиммейт. Это всего лишь 16-хиповый игрок защиты, который сейчас вынужден сэйвить АУК, потому что вариантов здесь вообще нет. дифьюзки-то присутствуют, но никакой хелпы, никакой информации по двум, а то и трем игрокам атаки, поэтому нужно просто сэйвить АУК. Денег у HellRaisers не так много, получат по 1400, и возможно, мы увидим с вами один экономический раунд для дифенса, один эко, и дальше все это будет. Кстати, у нас начались уже американские квалификации на SL1 Кёльн, и у нас уже даже одна парочка сыграла этой комплексности выигравшей у команды Bad News Beers. Вот так вот. Это тебе не то. Это тебе не это. Да. Ну, там играет команда Ghost, это K, это бывшие, господи, как они назывались-то, где играет Sonic, кстати, вот южноафриканские ребята, не помню команду, к сожалению, IntiZ, Envy, Lazarus, FURIA, опять же, Bad News Beers и Complexity, поэтому можете посмотреть на параллельных каналах, в общем, там все ссылочки на Hell TV найдете, где что смотреть. Там для вас тоже наши ребята работают. А мы до сих пор здесь. Ну, а что нам делать? Ну да, мы же не можем просто куда-либо уйти. Ну что, подождем, немножечко подождем. Ребят из коллективов Chaos и Hellraisers, пока, в принципе, для HR вроде как все и... Ну, пока еще, знаешь, так на грани, то есть непонятно, как они покажут себя на трене, почему у них не пошло в атаке дальше, почему так мало раундов. Они взяли после того счета 0-5. Да. Только один получается. Хотя могли брать намного больше. Счет был 6-2. Да. И казалось, что они могут взять еще 2-3 раунда, это точно? И отпустить половину в 9-6 за собой. Вот как ты и предполагал, тот самый верный, правильный счет. Я тоже почему-то в один момент думал, что сейчас, да, вот они должны набрать себе 9-очку, но почему-то окончание. Я вот смотрю по Скорботу, просто, если смотреть, когда начала защита брать раунды, они взяли 9 взамен только на 1. Раунд отданный... И какой раунд они взяли начальный с пистолетами? Не с девайсами. Только потом у них сначала не было получаться, и потом раунды вообще были практически в сухую выиграны. 4 выживших, 5 выживших, 3 выживших, но все равно это были выжившие, которые не составляли шансов команде Hellraiser. Ну, посмотрим. Что касается Трейна, у коллектива Hellraiser мы уже видели статистику 6 сыгранных карт, и из них они забрали 2-3, то есть 4 карты. И у команды Хаос это 4 сыгранных для Трейна, и только один они потащили, кстати, против кого они вообще там и катали-то. Может, там какие-то очень сильные команды, и мы такие, ууу, Хаос плохо играют. Проигрывали команде Трикет, проигрывали команде Эго, выиграли у СиДжей, проиграли команде Хаоу. Ну, то есть, тоже тир-2, тир-3 команды. По идее, наверное, не очень сильный трейн. Результаты я тоже вижу, у них не особо сильные сейчас. Выиграли команду Virtus Pro, проиграли с прутом, проиграли Трикетом, выиграли команду Эксперт. Ну, такое себе. Хотя, как мы видим и у Hellraiser, что тоже не все очень бодро, проиграли Авангард и Хироик, выиграли у Веги-Сквадрон дважды, проиграли команде Авангард. Не ожидали, ребята, не ожидали сейчас ребята из коллектива Кейл, что из шляпы кто-то вылезет, а тут бам, и вылазит один из игроков коллектива. Какая ГАЕшка, ты видел в окно просто верхом прилетела? В какое окно? В то маленькое, откуда прилетает Молотов, для того, чтобы выгнать игроков в защиту. Сейчас ХАЕшка полетела через маленькое окошко, которое было, ну, вот здесь оно, если смотреть, это окошко, которое обычно разбивает, туда присылает самолик. В обдау просто кинули. Нет, эта ХАЕшка была верхом, настукнулась об этот самый, и за это мой, да? Ну, обычно Молик летит, который выжигает и не дает. Я не спорю. Ну, комментируй. Между прочим, ты почему-то не отреагировал никак, что Киос забрали десятый. А что, я должен был сплясать? Ну, хотя бы. Ребята стараются потеять, чтобы 2-0 не отъехать. А ты даже не реагируешь. Ну, извините. Я хотя бы извинился, между прочим. 4-4 ситуация, и выход под б-базу. Коллектива Киос, а тут двое. Тут Ловл может на самом деле сейчас перестрелять, да. А 20 секунд? Баттен, это 20 секунд, да, в самом-то деле релакса, но вот перестреливает он все-таки ангела. И уже ситуация неплохая для Киос, но у релакса 6% здоровья. Это вот не из позитивных новостей. Киты, кстати, есть у защиты. Да, киты есть. Пока все неплохо. Релакс нужно не угадывать, если, понятное дело, релакса в хорошей позиции находился. Ловл последний, но у него есть все шансы для того, чтобы затычить раунд. Ну, понятное дело, что Киос не будет подставляться, и он уходит на сейв. Одиннадцатый для Киоса. Да, а вот так вот. А вот так вот, действительно, с этим никак и не поспорить. Так не надо, потому что с этим спорить. А я не собираюсь. Ну и все. Ой, жестко, жестко. Пока что два раунда в атаке для Киос, но это по-прежнему не совсем сильный разрыв. И тот самый фаворит команда Hellraiser сейчас играет за сильную сторону на своей собственной карте, поэтому велик по-прежнему шанс того, что Hellraiser закроет эту встречу 2-0. Но, возможно, сейчас один девайс наберет для себя команда Киос. Это уже, возможно, тринадцатый раунд для них. И проблема у Hellraiser. Почему нет? Это будет на самом деле очень забавно, если Киос отдав шестерку Hellraiser, когда они были, соответственно, Hellraiser за слабую сторону сделают камбэк. Ну и вообще сделают камбэк со счета 5-0 за сильную сторону. И это вот прям будет небольшая сенсация, я думаю, в сегодняшних наших Best of 3 противостояниях. Угу. Так оно и может быть. Ну посмотрим. Сейчас девайсы для Hellraiser снайперской винтовки на руках Оскара. Он в первой половине тоже не особо стабильно отстреливал людей, находясь временами даже в более выгодных позициях. В Ауге присутствует два набора дефьюз-хитов. У Ловала остается довольно много денег. Вот, вот через это окошко. Ты все просмотрел. Я увидел. Приемочка от ИСы топит с тридцатки, разбирает Плессона, пытался еще бланчика найти, но никто не пришел. Хотя такие ситуации были. У нас временами Баотен видит на пленте, непосредственно на пленте на самом новогончике Ловала. Забирает его. Почему Ловал всех пропустил? Для меня не особо понятно. Ангел замечает Баотена. Большинство для Калдрейзерс могут пойти дальше. Погибает Оскар. Тут же отваливается еще и Ангел. Это 2 в 3. И что с Калдрейзерс? Я не знаю. Лов 2. Можно пробовать. Вы как-то что-то непонятное делаете. Но Нюки вносит свои коррективы. Есть информация по ДДЖЛ. Его сейчас можно здесь не так. Нет. Нельзя. 12 8. Да, вот если бы он Молик положил перед вагоном чтобы игрок не смог дальше. Там конечно можно было на вагоне но тогда можно было сыграть хитрее все это действие но как-то поторопился Молотов вообще залетел не пойми куда сам натопал не ушел даже за плент хотя была такая опция короче говоря начутил немножечко поторопился. Оскар позволил снайперскую винтовку ему тиммейт как я понимаю это ловал закупил у него было больше всего денег и деглы с МПшкой первым армором вот я по-прежнему не верю что в такие раунды нужно брать себе МПшку чтобы перестреливать калаши как ты считаешь подожди Оскар есть килл девайс реализован это уже из позитивного там можно даже подпушить сотку вместе с кем-нибудь и девайс например забрать почему нет это же прекрасно понимают рискованно потому что могут ждать рискованно ну вот они идут так и будет ли девайс будет ли калаш а это что второй авик это второй авик опа как говорится пришел откуда не ждали сперта и кстати такой раунд Хелл Резерс могут потащить два авика это представляешь что еще по фрагу это два в пять и все а там уже можно не вернуться так об чем и речь об чем и речь и сейчас в принципе в принципе ашеры ну вроде как уже должны начать забирать раунды для себя за сильную сторону а то что как-то у нас тут не по сценарию все идет пока вообще непонятно что происходит если честно но посмотрим посмотрим как у нас дальше пойдет все это дело и заделает килл по Густавсу ну там еще и нюки отрабатывает между прочим с дегла ох прикрытие хорошее да плейсон минус два и вот это проблема ну два авика должны вроде как на дистанции попытаться сейчас отыграть Иса Иса попадает он попадает но 27 остается оу оу ну начало классное продолжение как всегда нет на самом деле и продолжили тоже неплохо просто суть в том что ребята из коллектива Хелл Резерс потом вот если бы Иса попадал да и вот если бы ну там тяжело было там нюки был в планту один он выходящего одного забрал с дегла его на размене моментально там как-то сложновато ему было крутиться и соответственно он по максимуму из той ситуации выжил а вот что потом произошло ну не перестреляли да там конечно от Плессона от Баттона классная стрельба и сделали все при заходе под базу хорошо и кстати говоря знаешь что я тебе хочу сказать это уже 4 раунда за слабую сторону от коллектива какой там келка 8 6 или что-то вроде очень страшные были вещи 8 и кто-то возможно там вкинул так скажем соточку соточку да земли 13 8 ну по-прежнему есть огромный шанс в команде Hellraiser как это было от Chaos собственно вытащить несколько раундов подряд какую-то взять огромную серию при том что Hellraiser нужно взять всего лишь 5 подряд не какие-то там 6, 8 или 300 раундов подряд а всего лишь 5 для того чтобы выйти на паритет и уже для себя получить какую-то уверенность в завтрашнем дне чтобы бороться и не напороться на какие-то я не знаю почему так Chaos вдруг в какой-то момент начали просто убивать людей возможно как мне кажется это Hellraiser подотпустили все это действие они как-то очень легко начали на трейне возможно подрасслабились а Chaos вцепились и пока что не отпускают опять же счет 6-2 в пользу команды Hellraiser 8-13 не в пользу команды Hellraiser это какая-то жесть именно так и пока непонятно что там происходит у HR я не знаю там паузу берут паузы были но вот как-то в себя прийти не могут а у Chaos все хорошо неужели 3-я карта но ловелы запревают и вопрос пойдут ли Hellraiser на выбивание там безарморный Оскар у них нет позиции нет это сейф девайсов для Hellraiser и 14 раунд для команды Chaos ты ждал такого? я не знаю что происходит я тоже не понимаю как вот это вот вообще случилось ну еще пока что это не победа на второй карте но все равно это очень близкий счет это кстати Counter-Strike который можно анализировать да я вот уже вижу этот анализ этого матча проиграть на своем пике на своей сильнейшей карте и на своей слабейшей карте на выборе оппонента ввести по счету 14-8 при том что раунды тут наверное знаешь больше не Chaos вопросы-то а к кашарам ну вообще да тут я с тобой согласен то что к кашарам вопросы прям очень жесткие ну и Плессен раскачивает лодку и он очень жестко выбивается посмотри по счету все игроки на карте идут в среднем по 12-16 фрагов там ни у кого нет выпадающего вот Плессен 22 этот парень мне кажется что ему тит воду все это и он выиграл тогда раунд для своей команды 2 в 5 которые могли брать Ашеры когда они тогда закупили АВП добыли себе второй авик за счет действий Оскара да и тот обидный раунд когда тоже отдали 2 в 4 по-моему когда была у нас еще первая половина могли закрывать 8-7 Ашера да-да-да последний раунд первой половины тогда был еще тоже не забрали но вот как-то с того момента все у них немножечко по наклону по наклону и по наклону не вверх кстати известная первая команда которая покинула квалификацию это Альтернет Атакс немецкая команда програли 0-2 в нижней сетке от оптиков от валерьности у нас будет опять же оптик и норс датская дерби но уже завтра приходите на канал КСРХаб смотрите пошел на контакт Оскар отъехал от Брилаксы но это опять же старт для шведов Англ отвечает на Фредди Фрога 4 в 4 но вот сейчас нужно просто кровь из нас этот раунд забирать потому что дальше возможно не будет денег возможно дальше просто ошибаться нельзя вот в чем дело 15 раунд вам нельзя ошибаться а у вас экономика о боже что ты делаешь а ты что делаешь все это сейв это сейв для команды Хелл Рейзерс потому что нужно будет давать роб что произошло что за бред каким образом как это вообще как это что это брат я не знаю это просто это ничего от команды Хелл Рейзерс нет вообще ничего Англ еле еле-еле выживает на 10 хп может быть чатик знает может и чатика спросить ребят напишите что с командой Хелл Рейзерс что пошло не так как вы думаете что случилось что такое почему так почему Ашера выигрывая 5-0 потом 6-2 взяв 6 раундов за Т сейчас берут 2 в защите и отдают уже являясь фаворитом опять же с коэффициентом на карту 4 с копейками было на команду Кеос Кеос и 1 там что-то с копеечками небольшими на команду Хелл Рейзерс и в начале карты так и было очевидно а сейчас наоборот там еще по-моему там откорректировался же Кеф на восьмерку в начале еще на 5-0 было ну что 7 раундов подряд нужно команде Хелл Рейзерс для того чтобы побороться на овертаймах и не залить свой пик но как мы видим только 2 в защите они ни одного девайса вот они взяли еще пусть хотя бы да они не взяли ни одного девайсного раунда 6 подряд ведут сейчас игроки команды Хаос прикольно ребята давайте вместе поржем не будем думаю не стоит я думаю тут кому-то не очень смешно ну скорее всего это Ашеры прям вот не смешно прям вот грустно и как бы ну скорее всего дизмораль какая-то уже я думаю может быть я думаю что по морали уже просели у нас ребята и сейчас соответственно все это дело вроде как на третью карту будет уходить ну посмотрим еще есть шансы то есть мы на дефенсе видели вообще на любой карте мы видели хорошее возвращение от команд замечали Ангела Ангел справились с одним со вторым также прилетает в ухо в БАТ но третий в полном блайнде но диджель находит свой фраг это 4 в 3 набитый диджель с половиной хп это шанс для Хелл Драйзерс взять для себя первый девайс на защите на карте Дтрейн я такое говорю мы сначала такое с тобой говорили про команду Хаос а теперь мы говорим про команду Хелл Драйзерс такой за трансформатором погибает Плессен в Уисе не совсем бодро получалось но скажем так и оппонент тоже не попадал по ИСе особо девятый раунд уии ничего себе да девятый раунд забирают Ашеры ну и еще шесть пауза я так подозреваю Нюкин говорит нет от Кеос я так подозреваю пауза у нас ну можно под финале да действительно поговорить чтобы не мучаться не просто мчаться сбить победный настрой вот который только-только начинает набирать свою мощь от Ашеры хотя если честно мне кажется тут победный настрой больше от команды Хаос ну видишь когда они взяли свой победный вот сейчас вроде такие на кураже давайте дальше давайте дальше они хоп их немножечко остановили вот этой паузой Кеос ну типа я не скажу что вот сейчас конкретно по игре я не скажу что команда Хелл Рейзерс как мы с тобой помнишь говорили что я не считаю что Хелл Рейзерс в этом матче явный фаворит и тот КФ4 на Бест оф Три не был правильным как мне кажется потому что на своем пике Хаос пытались боролись еще там был 16-13 сейчас на вражеском пике они тоже готовы как мы видим с тобой они примерно видимо понимали что они будут играть против команды Хелл Рейзерс успели что-то посмотреть и по старым там наработочкам что-то сделать кстати неплохой сейчас организовали выход игроки Хелл Рейзерс на зеленку это значит что тут еще два минуса они унесли Ангел и еще и Оскар попадает но вот это уже не особо получается у команды Хаос после паузы но это действия команды Хелл Рейзерс почему они делали так раньше непонятно инициатива от них работает работает ну еще рано говорить о камбеке пока только нет ну конечно хотя бы они начали раунды забирать в защите да два раунда еще сверху скорее всего если тут Баттон и Плэстон не сделают что-то невероятное потому что эти парни могут мы уже видели как они в 2х разбирают кабины Хелл Рейзерс ну Ловл перестреливает уже одного и остается только лишь один единственный игрок атаки это Баттон его тоже тот должен закрывать в принципе вообще без проблем раунд этот закончится для коллектива Хелл Рейзерс потому что не потеряли на данный момент никого но и с бомбой у нас Баттон соответственно будет сейвить свой девайс и будет сидеть до конца я думаю все 37 секунд вот так контент это да контент для взрослых ну мы как бы уже и ночью время уже уже за 12 как бы 10 мая уже за 12 в смысле день да это мы с тобой здесь 4 часов 10 часов мы с тобой уже сидим стоим почему 10 потому что начали мы в 4 ну 12 24 часа сейчас ну типа 0 или 12 то есть 10 часов мы сидим а подожди 16 8 часов мы с тобой сидим 8 ну ты заработал я заработал да оставляю для себя девайс Баттон попробую с ним разрулить вопросы возможно в этом раунде будет ли докупать команда Хаос потому что есть у диджеля и есть деньги у Плессона и у Релаксы что я думаю что будут покупать или нет или да нет решили сказать с деклами ну есть еще есть еще просто вот этот запас по раундам поэтому сейчас хотят все таки экономику свою немножко выровнять чтобы потом уже ой ой доброе утро это салют праздник все хорошо Иси прилетело все что только можно в лицо бедный парень не выживает он тут соответственно и уже в большинстве начинает у нас киос неужели это начало-конца я не могу тебе сказать точной информации но может быть это просто не знаю идея на один раунд и не более того мы видим сейчас перемещение команды Хаос под базу Б Ловел здесь же но Ловел находится на тупиках соответственно очень далеко от возможной цели погибает Ловел а это 3 в 5 дорогой мой друг и поставленная бомба получится ли тут еще Яук нашли и Калашников имеется Нюки разбирается с Баттоном 4 в 3 Иси конечно Хелл Рейзер будет до конца погибает Оскар под рук Диджиэля Ангел дает размен 1 можно попытаться еще находится с игроками за вагоном это был Диджиэль Нюки как он здесь вообще забрался на вагон и убил и Нюки на развороте смог разменять тиммейта это один странный команды Хелл Рейзер но какого же тоненького Хаос только с одним Калашником ворвались на плент были в 5 в 3 но вот подобный раунд был у команды Хелл Рейзер где они вроде как должны были что-нибудь там сделать с этим всем Разве был Калашников с пистолетами же побежали Нет там же Калаш Сэйвил игрок из прошлого раунда там был Калашников 1 Да Один Калаш присутствовал Интересно Да 4 раунда нужны Хелл Рейзер для того чтобы выйти на овертаймы и возможно действительно закрыться вопросы с этим Best of 3 Ну не поздновато ли включаться начали вот в чем А никогда не поздно включаться Да Конечно Нужно играть до каждого последнего раунда Киос просто не выключались вот в чем проблема и они вроде как настроены это серьезно забирать эту карту и переходить к коверпасу Ну плотные зарубы Представляешь что Шерри отлетят от Киос Ну я тоже самое сказал когда они отлетели от Херойков прикинь от Херойков отлетели Минус Оскар Иса на размене Густав Сан забирает нас Ису 4 в 3 В меньшинстве находятся ребята из коллектива Хелл Рейзерс Пошла раскидочка Пока на сотке у нас стоят ребята из коллектива Киос не торопятся потому что в большинстве потому что можно сделать все что угодно на данный момент и пытаться дальше додавить своего оппонента они же Хелл Рейзерс и переходить на третью карту на которой вот опять же непонятно как что сложится Нюки забирает первого Нюки ай-яй-яй вот тут конечно же Смок сыграл на руку Плессону и проблемы поскольку Ангел отлетает ловел последний ситуация 3 в 1 ну что тебе тут делать дорогой друг тебе тут каким-то образом тащить клач это правда клач тащить нужно но получится ли у ловела испанец к сожалению пока что не в строю у него 14 фрагов на 14 смертей но как-то смотрелся он в своей старой команде немножечко интереснее 1-1 весьма неожиданно при том что начало карты было многообещающе но для команды Хелл Рейзерс но каким-то образом магическим команда Хаос смогла а дальше Верпасс и честно говоря я сейчас думаю что это для Хаос уже они играют Верпасс а вот насчет Хелл Рейзерс я не особо сильно уверен что они справятся на Верпассе как мы с тобой видим атака это уже готово при том на вражеской карте на которой они сами не особо сильно играют 4 карты за последние 3 месяца это практически ничего а вот Верпасс пока у нас будет хайлайт я тебе скажу что происходит для наших зрителей которые особенно увлекаются некоторым видом искусства Верпасс Хаосами был сыгран 18 раз за последние 3 месяца так 44% имидрейта то есть победа вроде бы и есть да но карты но карты сыграно очень много у Хелл Рейзера же этим составом сыграно только 2 карты за последнее время обе они конечно выиграли против команды PAG против команды Хероик сегодня была победа на Оверпассе но вот я посмотрю сейчас что у нас по Оверпассу команды Хаос может быть у них просто неудачный был Оверпасс в начале этого пути а сейчас у них все неплохо хотя судя по трену у них все неплохо проиграли Норсом сегодня проиграли команде Трикет проиграли команде Диаго проиграли команде Дримитерс выигрывали команду Анчинт выигрывали команду Авангард на Оверпассе когда это было? в апреле месяце прикольно что-то если честно я немножечко не могу найти объяснений карте под названием Детрейн со стороны коллектива Хелл Рейзерс как-то очень много вопросов а вот ответов я найти к сожалению не могу это что-то невероятное это необъяснимо бывают такие матчи которые ты не можешь объяснить и которые не поддаются анализу ну для меня в принципе контрстрайк не поддается анализу это вы знаете все прекрасно но вот эта карта так точно и эта карта Детрейн вообще не поддается анализу но в любом случае Кеос забирает карту кстати можно их поздравить это первая забранная карта на квалификациях да это уже неплохо это уже как говорится не просто так играем хотел сказать приехали но ниже дома и такси но были действительно очень странно если Хелдрейзерс покинет данную квалификацию не выиграв ни одной серии Бест оф 3 и чуть ли не в каждом матче не знаю насчет героик не смотрел коэффициента но в этом матче КФ4 на их оппонентов и один с копейками на самих Хелдрейзерс и такой неверный Детрейн я думаю, что фактом того, что сейчас Хаоса забрали из себя Дрейн для них это плюс мотивация и какая-то возможность конечно Кирилл Карасьев опытный капитан он там наставит команду на путь истинный но я думаю, что вот морально Хаосы готовы закрывать эту Бест оф 3 как-то мне кажется чуть-чуть полностью абсолютно чуть-чуть абсолютно полностью ну вот раунд 2 в 4, кстати да, Блессон здесь был крут очень ну не знаю ну не знаю сейчас понятное дело, что сейчас на минус морали Хелдрейзер и на плюс морали Кеос и что вроде как у нас сейчас намечается сенсация здесь что Ашеры покинут квалы а Кеос продолжит квалификацию это ну прям вот я, ребята если честно, даже не знаю если так будет то там что будет у Ашеров 16-11, понятное дело, счет ну вот ну ровненько все вообще шли кроме Плессона который вырвался на 28 фрагов и имеет клевый АДР 103 то есть в каждом раунде примерно дел фраг даже чуть больше 1.56 это Хелдрейзер 2.0 и там смотри 4 команды Хелдрейзер по рейтингу 2.0 все 0.94 абсолютно редко такое видишь но они прямо отбарабанили очень и очень ровненько все в минус отбарабанили ну да красная статистика сама по себе была бы да ну вот она такая пока только 3 игрока с зеленой статистикой Плессон, Релакс и Диджель ну именно на этой карте а там уж общую статистику надо смотреть ладно в любом случае у нас как обычно небольшой перерыв перед третьей решающей карты и будем врываться с вами на Д-Оверпасс и как это все завершится я не знаю